Привет, это канал недвижимости Цуркава Проберти. Я нахожусь сейчас возле гостиницы Меркурий в городе Батуми, в районе Старой Батуми. И эта гостиница на продажу. Давайте зайдем внутрь и сделаем честный обзор. Гостиница выставлена на продажу уже 3 месяца как, но об этом пока еще никто не знает, об этом никто не афишировал. И вы одни из первых, кто об этом узнаете. Гостиница продается со всем инвентарем, который здесь есть. Хотя, в принципе, если новый собственник это все, скорее всего, выбросит, либо продаст и будет делать этот полностью новый капитальный ремонт, потому что он здесь обязательно требуется. Тут не такие уж и высокие потолки, все темное и мрачное. Эта гостиница уже совсем с недавнего времени не функционирует и полностью требует реанновации. Сама гостиница, она трехэтажная. На четвертом этаже находится веранда. Кстати, с этой верандой наш бывший президент Грузии снимал интервью, потому что оттуда очень красивый вид на город. Но на четвертый этаж нужно подниматься пешком. И я еще шутил, что, наверное, скорее всего, на четвертом этаже, на третьем номера стоили дешевле. Но, собственно, говорить, что по проекту можно сделать лифт, который будет вот прямо вот здесь. А это вот буквально подняться на пять ступенек, и вы попадаете в зону лифта, и который будет подниматься на последний этаж. Поэтому он будет, скорее всего, наружнее. И тут такая возможность его сделать есть. Так что здесь требуется действительно капитальный ремонт и существенные вложения. Также есть проект, который позволяет сделать лифт еще и с улицы, но из-за этого придется пожертвовать парой номеров. Поэтому тут уже на выбор. Пожалуй, единственное место с высокими потолками – это зона казино, которая 300 квадратных метров. Оно выполнено что-то в стиле дуплекса. На втором этаже барная зона. А внизу же располагались игровые автоматы. Вот. Место сейчас тоже выглядит заброшенным. Тут оставили кучу мусора, и поэтому, естественно, тут уже можно его будет переделать. Я бы, скорее всего, переделал бы это место под спа-центр. Потому что уже на 300 квадратных метров иметь казино в Батуми не так уж и выгодно. Насколько я знаю, там подняли стоимость лицензии, чтобы выживали только крупные казино. Поэтому тут получается такая вот коммерция на 300 квадратов, откуда есть отдельный вход прямо с улицы. В принципе, это коммерческое помещение, оно многофункциональное. Его можно разделить как и на спа-зону, так и отдельно сделать небольшой ресторанчик, потому что здесь есть отдельные входы с улицы, что очень хорошо. А вот, кстати, еще вот из бывшего казино выходишь в еще одно коммерческое пространство. Вот тут вот такая большая площадь. Тут уже можно делать себе кухню под саму гостиницу. Ну и так как это дуплексное помещение, тут на втором этаже есть множество кабинетов, которые можно переделать под всякие кабинеты спа-процедуры. В это коммерческое помещение можно спуститься, как и со второго этажа самого ресепшена, так и прямо с улицы, что вот очень удобно. Поэтому оно его делает полноценным коммерческим помещением. Если бы это было просто подвальное помещение, которое спускается сверху, что я в первую очередь сначала подумал, то это был бы совсем другой разговор. Но, как оказалось, это витражное помещение, вход в который есть прямо с улицы. Возле самого ресепшена, конечно же, имеется свой большой бандитский кабинет с большим кожаным креслом и толстой хрустальной пепельницей. Естественно, тут современная рука переделает это все в более современный интересный дизайн. Поэтому дизайнеры, пусть у вас сейчас разыграется фантазия, во что бы вы это все превратили. Но вложения сюда нужны серьезные. Это все, что касалось зоны ресепшена и коммерческой части этого помещения. Теперь давайте поднимемся по лестнице и посмотрим еще количество номеров и вообще в каком они состоянии. Это главный парадный вход в гостиницу. Зайдя в главную дверь, оказываетесь вот в таком вот мини-подъезде и вам нужно подняться на второй этаж. Всего лишь там пройдя 15 ступенек и сразу попадаете в зону ресепшена. Некоторые номера, они выполнены в таком вот парижском стиле, а именно они небольшого размера, немножко тесноватые. Поэтому это уже на усмотрение дизайнера. Может кто-то там из двухкомнатного номера сделает просто большую студию. Помню, когда был в Паризе, там все тоже было такое маленькое и даже лифт, в который ты входил, он был одноместный. На всех трех этажах располагается 35 отельных номеров, а 36-й выделен под склад. На четвертом этаже, прямо перед выходом на саму изюминку этой гостиницы, на ее веранду, находится вот такой вот бар. Уже, кстати, даже обустроенный. В принципе, тут можно даже сохранить все эти детали, которые есть, потому что из всего мне тут кажется очень таким самым прикольным. Классная подсветка. Вот, поэтому разве что ковральничек поменять, освежить. И эта комната, она где-то 45 квадратных метров. И сейчас я нахожусь уже на последнем этаже, на самой вот этой вот популярной веранде. Отсюда действительно отличный вид открывается на Старый Батумин, потому что здесь не разрешены постройки более трех-четырех этажей, поэтому вот с четвертого этажа видим красивый вид на город. И вот эта вот веранда, она как бы двухъярусная, что ли, так, если можно сказать, не знаю, напишите в комментариях. И здесь получается потрясающая кафешка. Вот честно, вот в такую кафешку я бы походил постоянно, вот правда, с таким вот видом на город. Вот это вот уже, да, вот это уже хай-класс, правда. И здесь уже есть возможности на постройку еще одного дополнительного этажа. По всем параметрам это можно сделать, потому что тут видно, что есть постройки повыше этого здания. Так что в перспективе тут еще можно достроить этаж. Хотя, честно, я бы оставил как есть. Либо добавил еще бы один этаж, только при условии, что там будет такая же крыша. Кстати, здесь есть еще и добавочный генератор, который также остается для экстренных случаев. Если вдруг отключат свет, здание не останется обесточенным. Общая площадь всей гостиницы 1266 квадратных метров. Кстати, НДС входит в стоимость этой гостиницы. А цену на гостиницу вы можете увидеть в описании. Субтитры сделал DimaTorzok